Мы начинаем с помощью Всевышнего наш третий урок – шалош. Первое, что мне пришло в голову, я часто слышу о себе, что я талантлив. Но также, если человек талантлив в чем-то, он талантлив во всем. Кстати, хочу напомнить, что такое талант. Талант – это денежная единица древнего Вавилона, Халдеи, Ирана, Египта и Израиля. Это как страны СНГ, что рубль везде ходит, даже он за рубежом ходит. Только рубль раньше назывался талантом. Запомните. И если человек талантлив, значит он богат. А если он богат, то он не дурак. Не могут дураки прийти к власти. Не могут дураки быть богатыми. Даже есть антагонизм такой. Дуракам везет. Ничего подобного. Не дуракам везет. Везет мудрым, который черпает свою мудрость, из Сидура, из иудейской древности, написанным Иосифом Флавием. Из молитв, из одеваний от Филим. Это я относительно иудеев. Что касательно не иудеев, Антон Павлович Чахов говорил в свое время, в каждом народе есть свои евреи. Это я недавно слышал от одного мусульмана. «Слушай, а ты не еврей?» Он разговаривает со своим другом. «Почему я еврей?» «Ахамдуллах, ла-иллах и ла-иллах, ахмад Расулу ва баракат». «Я валах мусульман». Ну, я акцентую. А чего такой хитрый тогда? Предупреждаю, хитрость – это признак ума. Я говорил на прошлом уроке о том, что работать от слова «раб». Мы уже были в рабстве египетском, с нас достаточно. Постарайтесь заменить это слово. Трудиться. Трудо облагораживает человек. Вы знаете, также хочу дополнить. Если вы не можете мечтать об этом, значит, вы не можете делать это. Когда у человека по разного рода причинам плохо, либо там сотрудительное положение, он как биологическая антенна посылает вселенной и вселенскому разуму сигналы. Мне плохо, мне плохо, мне плохо, мне плохо. Знаете что? Люди тоже слышат эти сигналы. Даже на расстоянии десяти тысяч километров от того, где вы находитесь. Вы ему не звонили, не говорили, что ему плохо. Он просто принимает ваши вибрации. В каких бы измерениях это не было. Но когда, естественно, у человека хорошо, люди тоже это слышат. И начинают тебе звонить, начинают искать поводы для встречи с тобой. У меня был случай. Мы встретились в вибзале с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Это было год назад. И мы с ним разговаривали. И он говорит мне, послушай, раз, сейчас многие пародируют Горбачева, я буду говорить своим голосом. Я же не пародист. Хотя я делаю это великолепно. Галкин отдыхает. Это не сама реклама, это просто дар его. Скажи, пожалуйста, это я пообщался с тобой. Я вижу, ты очень интересный человек. Почему ты не в правительстве? И сам же ответил на свой вопрос. Ах да, такие умники, как ты, там не нужны. Я не стал говорить Горбачеву, как вы смогли развалить этот Советский Союз. Проведу аналогию. Строился большой-большой-большой дом высокоэтажный, 19-этажный. А первый этаж этого дома занимала столовая, номер 4. Из столовой были окна витражные. И на одном окне последнем, стоял маленький такой квадратик, в который был вбит вентилятор. И этот вентилятор р-р-р-р-р-р кружился. В один момент знаете, что произошло? вращение этого вентилятора вошло в резонанс с амплитудой колебания здания и дом разрушился физика квантовая физика назовите как угодно также когда строй солдат маршировал по мосту он вошел в резонанс с колебанием и амплитудой моста и мост разрушился слава богу что солдаты остались живы поэтому я не говорил горбачеву там о союзе и так далее и тому подобное почему по одному простому определению дорогие мои не возбуждайте злую память она укорачивает жизнь запомнить возбуждайте хорошую память она протлевает жизнь я вам хочу сказать что тогда я и сказал горбачеву а где же вы раньше были вот если у меня сегодня был бы у руля я бы взял мою тебя к себе я говорю михао сергей где же вы раньше были а раньше я задал вопрос и сразу знал ответ это раньше во первых власть по римскому праву я думаю это многие знают мы просто напомнила это карательный аппарат подавление и управление это по римскому праву а также по современной классификации и значимости слова государства то что религия она отделена от государства вы знаете когда мне так говорят я не верю это не верю по одному простому определению что не может быть религия отделена от государства если плохо государства значит плох тот посредник между всевышним и страной есть такое понятие как унижение это попросить у кого-то в долг тут всегда на ступеньку ниже прийти на поклон своему врагу это унижение но если он не разделяет ваши мироощущения он атеист а вы верующие и вы пришли к нему на поклон это унижение я мог бы привести несколько целые пласты унижения которые бытует с незапамятных времен также я хочу сказать но есть одно унижение которое называется благословение три божьих закона каясь каяться каяться и каяться что такое каяться это просить прощение у создателя как мы можем не просить прощение у создателя если хотим очиститься да у иудеев есть такой мы за день за год за свою сознательную жизнь портим свою оболочку энергетики которые даны нам создателям чтобы защититься от разного рода вирусов жизни там от плохого сглаза там и так далее там подобное и так далее человек должен делать три вещи первую ежедневно а лучше несколько раз в день вторую это каждый месяц и третью тоже каждый месяц что это такое это омовение омовение огнем омовение водой омовение грязью и омовение ветром хочу немножко пояснить что это вы когда принимаете душ контрастный особенно горячий кипяток холодный кипяток холод и потом когда вы выходите вы как будто на свет заново родились грязь тоже снимает сглазы разного рода плохую энергетику плохие мироощущения навязчивые мысли это грязевые ванны пожалуйста сегодня в любом спа-салоне я прошлом уроке объяснял кто родоначальник мировой философии вы используете аббревиатуру этого салона спа и получайте родоначальников мировой философии сократ платон аристотик сокращенно спа я очень надеюсь что мои уроки вам полезны так вот грязевые ванны а есть еще омовение огнем сосуд ламбада в котором пылает огонь возьмите щепки что угодно не важно и проведите кто-то или мама ваша или жена ваша или дочь ваша но этот человек должен быть по крови и он должен вас не обжигать вашу ауру чистить огнем что касательно ветра у каждого дома есть вентилятор это тоже ветер я не предлагаю суженную зиму выйти голым на это и что ветер вас ковид не дай бог хасла халила для братья мусульманин говорю астау перла вентилятор включили все там ванной раздвинули руки и ноги и постояли так десять минут сперри первой стороны с лицом потом спиной вы тем самым совершили омовение воздухом и того водой огнем грязью воздухом воздухом водой вы делать должны каждый день можно по несколько раз а огнем и грязевые ванны делать раз в месяц желательно грязевые ванны в салоне огнем дома немножко отвлеклись я говорю если бы я читал по листу бумаги то не было такого живого посыла а я вам говорю так как говорю мы эволюционируем только оказываясь над пропастью я не могу сказать бог спасет меня благослови на его имя и прыгнуть в каньон не могу потому что господь ну так скажу богу кесарю кесаря что имел ввиду ешева из назарета или иммануил из назарета православной религии он считается богом я у меня другое мнение бог один а мы все дети божий когда он говорил такое он не мог говорить неважно что в рот заходит главное что из него выходит потому что он исповедовал кашрут он знал что что в рот заходит и знает что из него выходит не всю пищу которую едят во всем мире можно кушать евреи и потом он сказал своим апостолам поскольку иисус тоже был еврей я имею право говорить он говорил кесарю кесаря богу бога как понять многие говорят об этом но не знают первопричину высказанного он сказал апостолы ему говорят слушай кесарь поработил нас и кесарь был посланник рима над иудеи самарии это то время когда был построен второй храм царем и рядом царь был перед был царь иудеи это все после распятия как мы знаем по истории вы знаете мы выросли советской стране и живем православной стране хочешь не хочет и это слышишь и анализируешь но для меня есть 1 источник я назову его это мой бог бог авраама исаака якова для меня нет иных богов первое заповедь я господь бог твой который вывел тебя из рабства египетского чтобы быть твоим богом да не будет у тебя иных богов ни на небе ни на земле не над водой не под водой ибо я бог ревнитель карающий за вину отцов детей до четвертого колена если вы хотите чтобы у вас детей карали живите инстинктами они разумом когда вы живете разум и запитаны на всевышнего я не предлагаю всем перейти в иудаизм кстати чтобы обратиться в ислам или христианство много ума не надо просто пришел сказал там батюшки или муле я хочу быть мусульманином я хочу быть христианином в иудаизме это невозможно возможно но это та щель который ты можешь проникнуть только душой это называется гиаур но чтобы стать иудеем надо выучить всю тору надо знать все молитвы надо знать все истории израиля надо стать с периода как адама и хавы кстати касаясь адама и хавы когда они вкусили запретный плод яблоко аравийское мне интересно было я разрезал яблоко и увидел его и озерно выкинула яблоко естественно четыре зерна потом я читал шулхан арух рекомендую очень рекомендую поднимите свои знания до небес там написано и вкусили адам и хава запретный плод яблоко где было 613 зерен по количеству заповедей на самом деле по иудаизму не 10 заповедей как вообще принято думать их 613 по количеству зерен в райском яблоке тогда что это за яблоко яблоко 4 зерна там нет указано у мною 613 за 613 зерен но когда я прочитал шулхан арух я понял что такое райское яблоко это единственный фрукт который дошел до наших дней не испытав на себе мутацию или какую-либо измененную аннотацию или какую-нибудь значение это гранат разрежьте любой гранат маленький большой средний такой так далее у меня повар я ему говорю ровшан а прошу прощения не джад вот знаешь что такое райское яблоко он говорит да а яблоко кушаешь он азербайджанец я говорю на азербайджанском языке это не моя заслуга это плагиатизм это от отца моего и от отца небесного я говорю вот ты знаешь это гранат в нем 613 зерен это я говорю повару я говорю давай так если ты найдешь в гранате хоть одно меньше и хоть одно больше я тебе куплю форт который ты хочешь который за продуктами удобно ездить ты всегда мечтаешь о таком форде он пошел на базар купил с разных рынков вот такой вот такой вот такой и он провел всю ночь в банкетном зале у меня здесь есть банкетный зал где готовят пищу и я хозяин своей голове хозяин своему дому кого я принимаю в банкетном зале кого дома мне решать и он потратил всю ночь на пересчет этих зерен гранат я рано утром вставил я жаворонок я встал вышел на балкон своего дома и смотрю он идет поникшей головой руки в руки я говорю ха хара гидишься хала улы куда идешь я говорю племянник он мне говорит шев сен киши сен а сен диздерсен сен диздерсен ты прав был ровно 613 у меня глаза уже шешебеш играли но я сделал это 613 я говорю не отчаивайся я тебе куплю этот форт мы знаем его как пирожковоз я купил ему этот форт и тем самым я сказал не отчаивайся милости господа вы не знаете что для вас хорошо что для вас плохо если вы едете на встречу и перед вами препятствия препятствия разного характера власть едет пробка и так далее а вы уже опаздывайте вы уже опоздали да ну правильно можно сказать если встреча для тебя когда встреча для тебя важна выйдь за два часа пораньше и там жди лучше чем в твоих пробках да кстати я так и делаю но если уж вы опоздали и видите что вся суть вселенной говорит вам алло гараж ангел не может материализоваться и стук на тебя по лбу и сказать баран не надо туда ехать видишь мы тебе знаки даем препятствий создаем да хранитель времени участвует в этом по херте встречу не столь губа пословица все что не делает все к лучшему так вот возвращаясь к тому что говорил хочу сказать и дополнить во первых 613 заповедей это по количеству зерен в райском яблоке то что вкусили адам и хава есть много читаешь уха на руку человек человек который может постичь кабалу может преодолеть гравитационное поле земли как кабала это тайное иудейское учение но сегодня там присутствует и мадонна там и и кто угодно не я неплохо отношусь к мадонне я просто говорю о том что кабала оно как лекарство в маленьких дозах но когда ты принимаешь ее не дозированно это яд умственный яд ты можешь сойти с ума насколько это великое учение великое учение в таком величии я мог бы это мое субъективное мнение а это не означает что вы должны брать это за основу господин Лайтман я его очень уважаю я слушаю его с чем то я согласен с ним с чем то нет вы знаете существует такая пословица на иврите она красиво звучит если в бизнесе два партнера во всем согласны то один из них не нужен также могу привести слова великая женщина как политика Кандализа Райс сказала если вы попали в общество где с вами во всем согласны вы попали в дурное общество но представьте я не буду комментировать дальше дальше расшифруйте сами но если вы попали в общество где с вами где многие с вами не согласны это протестантское общество я прошу не относить протестантское великий так скажу протестное общество оппозиция так что куда где во всем согласны плохо во всем не согласны тоже плохо а где хорошо и как говорит армянское радио алло хорошо уже было мои дорогие вернитесь к первоисточнику вернитесь к создателям каждый человек я сейчас закуриваю эту сигарету и не призываю никого курить я просто вам покажу на примере этой сигареты чтобы образное мышление ваше смогло так питаться в вашу голову что те кто курит будет будут обязательно следить за тем что вы закурили сигарету оставим ее вы знаете есть такое понятие как гордыня как надежда на самого себя это нехорошо это нехорошо за любый седер это нехорошо я понимаю что это уроки будут смотреть не только иудеи но и люди которые не знают евреи то так они смотрю за любый седер это нехорошо тем самым я буду делать сразу три вещи да я буду учить вас я учу вас тем познаниям которые надели мне создатель я предлагаю вам умные вещи а еще я учу и в риту тех людей которые не знают и вот есть гордыня гордыня это грех это очень большой грех я закурил сигарету это не гордыня это образное мышление вот закурили курим и у нас остался пепел видите видите этот пепел это гордыня тот кто курит увидев пепел обязательно должен Господь нам дал для этого пепельницы вот чистый табак в нем создатель ну как во всем как во мне как в этой книге как во всем я не говорю что курить это хорошо ну смотри что курить я курю сигареты которые покрыты рисовой бумагой органика и курю чистый табак ну я знаю где эти сигареты достать так скажем а те сигареты которые продаются для стран третьего мира касательно Мальбора мои друзья аварцы называют МААЛБРО МААРУЛО это аварец так перейдем к гордыне вот гордыня пепел некоторые за рулем едут и не обращают внимание на свою гордыню они вообще ни на кого не обращают внимание они кайфуют сами от себя и вот что происходит пепел это тленное это гордыня она должна быть для вас понятием тленным причем немедленно и вы вот эту гордыню свою сбрасываете и вот этот уголек это вы без гордыни но как только вы продолжаете курить опять пепел опять гордыня она нарастает на вас вот как пчелы как мухи на мед пчелы мед создают опять гордыня опять страхи запомните это я тушу сигарету чтобы не рекламировать табак табачные изделия да кока-колу я пью с удовольствием знаете почему я люблю кока-колу многие говорят что это вредный продукт это кошерный продукт в любой стране исламской православной католической этот продукт кошерный он принадлежит евреям которые набожны да раньше они продавали листья коки кокаина еще раз предупреждаю тот кто предложил вам наркотик запомните это дьявол встаньте и скажите моему Богу это неприятно так же это неприятно мне и уйдите поэтому они когда там начали прижимать по этим делам евреи тоже были участны в этом Колумбия рядом и так далее то один умный еврей сказал ребята зачем нам продавать эту дрянь которая убивает людей давайте создадим напиток тонизирующий и формула она у меня в голове этот напиток будут пить во всем мире во первых возьмите трубу которая засорилась и мы применяем пахтал а вы залейте 3 бутылки кока-колы и оставьте в покое трубу утром придете откроете кран все смоется представьте себе что в нашем организме токсиновый и так далее и тому подобное поэтому кока-кола прошу прощения за моветон я не поставил там фужер хрустальный чтобы показать какой я этичный я пью с горла лохаем лохаем так вот люди которые стоят над пропастью вернусь только тогда они начинают понимать что они шли не тем путем у них меняется психология просто меняется они говорят стоп на бога надейся но верблюда сам привязывай как я говорил нельзя прыгнуть с восьмого этажа и сказать что бог меня спасет нет мы должны иметь психологию устойчивую и сознание то что не имеет животное даже животное не прыгнет с окна или в пропасть и так далее только лошади преданные лошади они живут хозяином как и собаки это другая тема а кстати что такое психология кто дал определение этой науке и поверьте мне немногие психологи знают об этом спроси у человека что такое психология это наука обыше я говорю замечательно а почему она так называется не дверология не окнология не патологология ну психо это по-гречески душа все что могут вам ответить не более я вам расскажу что такое психология когда был когда не было монотеизма вера в единого бога да благословен господь во веки веков вечности аммэммээн существовал олим богов мне даже страшно называть их богами не олим богов а олим где люди считали их богами так скажу так будет понятно потому что я большой ревнитель к своему создателю как и он к нам Будьте осторожны, высказывайте. А если что-то вышло с ваших уст, то пока болеет. Сделайте так. Или слюнку стряхните. Почему так? Потому что вы возвращаете сказанное назад, а слюнки, когда вы употребляете слово фашизм, сатана, вы знаете, каждый клик у своей нации хочет причислить таких людей, как Коперник, Ландау, Эйнштейн, Менделеев, Чайковский, Петр Первый и так далее. Я могу перечислять прекрасные мужей, которых Господь одарил определенными знаниями, которые они даровали миру. Так вот, многие национальности хотят причислить к лику своей нации. Я не говорю о том, что 80% нобелевских лауреатов евреи. Почему? Скажите, почему на одного верблюда кладут больше поглажу, на другого меньше? Я говорил, что народ, избранный Богом, это только то понятие, что Господь даровал нам кадош сефир тора. Он даровал иудеям, рабам, тору. Да, существует такой анекдот, что он предлагал это многим народам. Но когда многие народы поняли, что такое иудаизм, это сплошные ограничения. То нельзя, это нельзя. В общем так, можно перечислить все, что можно, легче, что можно, чем то, что нельзя. Нельзя все. Многие народы говорили, не, нам не надо это. Не, нам не надо это. Не кушайте свинину. Не, нам не надо это. Носите с покрытой головой. Не, не надо это. Почему я ношу кипу? Я думаю, многие иудеи это знают. Я показываю, что надо мной Господь Бог. Да, а как вы хотите? Папа Римский встретился с президентом Израиля в Ватикане. Голос за кадром. Я прошу учесть в том, что в кипе, папа Римский, а президент Израиля приехал без кипы, в пиджаке, в галстук. Мелочь. Но весьма и весьма заметно. Поэтому вернемся к психологии. Кто дал этому определение? И что оно... Когда было, еще раз говорю, не было монотеизма, вера в единого Бога существовало. Люди думали, что есть Олимпы, там есть боги. Зевс, Амур, Афродита и так далее, и тому подобное. Амур был, его называли богом любви. Он, одев человеческое обличие, спустился с Олимпа и увидел простолюдинку, крестьянку, но божественно красивую. И он по-юношески в нее влюбляется. Знаете, как ее звали? Вы будете удивлены. Ее звали Психея. Психея. А кто дал определение этому? Гиппократ. Когда наблюдал он палату номер 6, подчеркнул людей с измененной формой психики. Да, вернусь назад. И тогда маме Афродите это не понравилось. Она спустилась тоже в обличии женщины, укрывшись вуалью, и дала Психее отравленное яблочко. Она скушала это отравленное яблочко и умерла. Поскольку воскрешение – это удел библейских сказаний, оживить – это удел язычества. Это касательно человека. То Бог любви Амур слеха. Говорю, что знаю, и знаю, что говорю. Он взлился на Олимп к Зевсу и сказал, род людской будет несчастен, либо Бог любви несчастен. А что случилось, сынок? Сказал Зевс. Моя мама, Афродита, дала отравленное яблочко психеи, девушке, которую я люблю. И эта психея умерла. Что ты хочешь, сынок? Я тебя прошу, оживи ее, и пусть она в ранге богини займет рядом со мной в качестве моей жены и будет отвечать за психологическое состояние человека, за душевное равновесие. Тогда не существовало психологическое состояние. За душевное равновесие человека. Подтверждение моим словам. Возьмите Google, забейте туда Лувр, Франция, Лувр. Мраморная композиция создана Леонардо да Винчи. Она стоит сегодня в треугольнике, знаете, Лувр. Сегодня этот якобы треугольник, там можно найти многие естествознания и так далее, повысить свою культуру. Кстати, что такое культура? На иврите есть такое слово Акольн. И есть Тора. Весь христианский мир его называют Ветхим Заветом. Мы, иудеи, его называем Вечным Заветом. Как бы кому это ни хотелось. Поэтому нам удалось, как и японцам, не ассимилироваться, а сохранить веру нашу 5800 и так далее, и так далее. Вера. Да Винчи был великий мыслитель, великий инструктор, великий химик, алхимик. Он обогатил свою память и знание всех тех богатств, что на то время выработало человечество. Это был божий человек. Поэтому вертолет он придумал до Винчи, самолет придумал до Винчи. Да, вы об этом не знали. Нет? Ну, в истории покопайтесь. Также он божественно писал картины. А также делал статуи. Зайдите в Лувр и найдите Амур и Психея. И вы увидите в числе многих. За что я люблю интернет? И за что я не люблю интернет? Интернет это ящик познания, где на любую единицу знания нам дают тысячу ответов. Правда, не все верны. Надо фильтровать. Поэтому зайдите в интернет и посмотрите. за что я не люблю интернет. Я не люблю интернет, когда о тебе пишут то, что не есть на самом деле. Люди так желаемые выдают за действительность. Не приводя никаких фактов. Не оставляя номер телефона и фамилию своего, имя, отчество. Что это его мнение. А знаете, почему не оставляет телефоны? И он боится справедливого возмездия. поэтому это анонимщики. Это люди, которые лишены Бога в сознании, в душе. Но Господь ждет, пока они исправятся и применяет к ним воспитательные процессы. Гиппократ, Гиппократ, который дал определение людям с лишенным чувством расстройства психики. Гиппократ называл эту науку психея-логия. Это потом уже перетрансформировали его как психология. Так было удобно писать. Так было удобно писать. где они пишут на керамической посуде разные... Вот плов, если вы были в ресторане узбекском, наверняка многие были, подают плов в специальной такой чаши керамической и с росписью. Это и называется риштанский узор. Он применим только к узбекской культуре. А как я говорил, нет культуры, нет нации. Риштанский узор это часть многогранной узбекской культуры. Кстати, что такое узбек? Если перевести с тюркского, это сто беков. Юз бек. Так же, как атаман. Атаман казачьего войска. Мы православные братья должны были... Атаман. тюркского происхождения. Ата это отец, мен это я. Атаман. Тюмень сотня. Тобольск Тезбол быстро. Урал Ур Ау Бей Бери Алтай Подлунная Арбат Московская улица Арбат Ничто иное, как фаэтонная. С тюркского она переводится Араба это телега. Ат это лошадь. Араба Ат Арбат Я могу привести миллионы причин, миллионы слов, которые навечно прописались в русский язык. Даже Александр Сергеевич Пушкин, который имеет первое место по словарному запасу, которого не преодолел ни Даль ни Гумилёв. Он обладал огромнейшим запасом русской речи. Ну и вы скажете сейчас евреи приписывают все себе. Нет, он был из Эфиопии, он был потомок царицы Савской, а царица Савская была женой царя Соломона. Делайте уговоры сами. Так вот, когда мы говорим, вернемся к тому и слюна. Каждый клик у своей национальности хочет причислить тех людей, о которых я говорил выше. Но никто не хочет причислить к своей нации тех людей, как Чикатило, Гитлер. Почему я слюну сбрасываю? слюна это вы знаете, человек состоит на 85% жидкости. Слюна это тоже вода. И когда вы произносите эти плохие слова либо так в огне техобране или слюну, это пока боле, мои родные, это пока боле, то вы вот то, что сказали слюну вот это, она скристаллизировалась. В этой слюне Гитлер, Чикатило, разного рода поругания, я не называю эти слова, свое имение, разного рода того, чего вы не желали бы врагу, а это слюна. Она запомнила и кристаллизируется в виде дьявола. таких, если вы увидели это на экране телевизора, вы с ума сошли. Поэтому, чтобы не увидеть их и не услышать, вы берете слюнку незаметно. Так делала моя бабушка, Джейран. Так делала моя прабабушка, кстати, с обоих сторон, по отцу и матери. И это сказал слово отец, я надел сегодня папину рубашку, которым выходил на поклон, как руководитель государственного академического ансамбля танца Лизгинга, как один из создателей этого ансамбля. И вы знаете, я не знаю, что со мной происходит, но такое тепло и такой заряд бодрости и жизненной энергии, папочка в Эдеме, но его вещи, я оставил какой-то гардероб папиных вещей у себя, как его награды и так далее, и тому подобное. И вы знаете, я горжусь своим папой. Очень тяжело быть сыном известных людей, тяжело соответствовать принципам мудрости, толерантности, мудрости знаний, коим обладал мой отец. Но я на пути к тому, чтобы хотя бы на один метр приблизиться к мудрости папы, как биологического, родного, так и небесного родного папы. Для меня эти два понятия не то, чтобы неразделимы. Папа тоже был часть создателя. для меня это одно и то же. Так вот, как нельзя назвать риштанский узор французским узором? Так нельзя подменить понятие? Все сегодня жалуются на видеокамеры, которые фиксируют скорость на дорогах. Вы знаете, по моему глубокому убеждению, познав кое-что из иудаизма, я понял, что создатель не хочет отбирать у тебя жизнь и пугает тебя деньгами, штрафами. Он поставил камеру? Да. А вы думаете, что это человек сам сообразил это поставить? Ничего подобного. Я сам иногда злюсь на эти камеры. Но потом вспоминаю свои слова и сабр, савланут. Недаром существует древняя еврейская пословица «Спасибо Господь, что забрал деньгами, а не жизнь». И теперь по-другому взгляните на эти камеры излежения. Хорошо? Не нарушать. Выехали вы, едете вы 20 км в час или хотите погонять, купите себе гоночную машину и гоняйте на здоровье. Выбросьте тут адреналин. Но не надо его выбрасывать, потому что машина само по себе оружие. Она может убить как вас, так и тех людей, которых вы можете убить. Поэтому камеры это неотъемлемое благо, которое внедрил Господь в нашу сегодняшнюю подсекненную жизнь. Как говорил Сергей Есенин, все начинается со взгляда. Я очень люблю творчество Есенина. Очень люблю. Есенин тоже был дарован мудростью создателя. Иначе как можно было в такие молодые годы написать произведения, которые будут составлять генетический код нашей земли. Чайковский, Бетховен, Моцарт, Вагнер, Шостакович, Куин, да, группа Куин, мы не разслушались, Битлз, Роллинг Стоунс. Это культура, на которой я вырос. Если мы засылаем какую-то капсулу внеземной цивилизации, мы обязательно вставляем туда эти произведения, как литературу, искусство, балета и живопись. Что там я лично убежден, что это пустая трата времени. Может быть и существует планета, которая похожа была бы на Землю, но мы единственные во Вселенной. Запомните это. Мы единственные во Вселенной. И то мы считаем, что нас много, а Господь один. И как у него хватает мудрости уделять каждому внимание. Знаете, как я вам раскрою тайну, она тоже исходит с Каббалом. У нас есть сознание, подсознание, которое отвечает за наши желания. Ну вот здесь вот я уже говорил на прошлых руках. Он нам посадил некого арбитра, который напрочь отвергает практику субъективизма. С ним нельзя договориться. Ты закрой глаза, я сейчас это сделаю, никто еще. Ты же арбитр, нельзя. Наказание преступнику никогда не свершится, если это наказание возложено на самого преступника. Ба. Также я могу применить, посоветовать вам. что жизнь спасенного в руках спасителя. Когда вы не знаете, как грамотно написать орфографические слова, замените его. Замените его. Например, слово коллаборционист. Как его написать? Надеетесь на Т9 еще хуже. Вот в айфоне есть Т9. Вы пишите, пишите и полагаетесь на него. Т9. Будет такая любушка, будет лягушка. Но приятно будет девушке, когда она получится, что она лягушка. И что ей останется? Поцелуй мне три раза и превращу принцессу? Так что Т9 это не выход. Значит, что такое коллаборционист? Коллаборционист это предатель. Человек, который попросил политического убежища от своей страны, может где-то я и могу его понять, но человек, который из одной фракции Государственной Думы перешел в другую, он является коллаборционистом. ведь он знает тайны этой партии. И тайны этой партии он передал другу. Вы знаете, со времен великих походов, великих мужей, войн и так далее, и тому подобное, ну так скажем, чтобы для вас было близко, со времен Трои, все беды на земле от женщин это как один из вариантов. Из-за денег это как один, другой вариант. Тот коллаборционист это некий Троянский конь. Подмените понятие и будет все алгебраически и географически и астрономически все будет Машу-Машу Митсуян. На иврите Машу-Машу это здорово-здорово. Митсуян ну лучше нельзя было сказать. Хочу вам сказать, каждый выигрышный момент это удача. Работает сквозная технология все работает сквозная технология все живое это бесконечность. и сказал Господь царю Соломону. Соломон два раза он сказал. Соломон дарую тебе власть которой ни у кого никогда не будет почитать Тору. Если не приписано Творцом хвала ему аменемет. вы знаете есть три вещи которые никогда не должны быть найдены. О двух вещах я вам не скажу потому что не имею права потому что я еще не достиг того уровня кабалы чтобы говорить о двух вещах. Ну а третий скажу это ящик Пандоры он никогда не должен быть найден. Если вы думаете что это миф легенда то это истина. Ящик Пандоры спрятан так же как и Грааль священный. О остальных вещах я не буду говорить слеха. Я всегда знаю что говорю и не всегда говорю то что знаю. Великий царь Соломон говорил если сомнения есть то сомнения нет. Повторю дважды если сомнения есть запятая дефис то сомнения нет восклицательный знак причем три. Как вы поняли как вы поняли это? Браво кто понял? Кто думает еще? Я не буду напрягать ваше воображение я скажу если у вас появилось сомнение допустим вас прогласили на вечеринку вы уже одели галстук или дамы уже навели макияж сходили в укладку там красивые платья или люк неважно по половому признаку это то что сказал царь Соломон а знаете есть такая скобка сюда сюда мужчина женщина оно приемлемо к обоим и к мужчине и женщине ну ангел не может материализоваться стук тебе по лбу и скажет я и баран не иди туда он насылает сначала на вас приступ диареи как возможно зубную боль головную боль несварение в желудке я не знаю что еще он не может материализоваться сказать баран не иди туда там тебе нехорошее уготовлено там собрались люди которые ненавидят власти деньги когда они в чужих руках когда они в чужих руках как как говорит мой друг Павел это одна из любимейших его фраз Павел шалом алех когда я был маленьким у нас была знакомая нашей семьи она была директор диктор на телевидении и я ей говорю маленький 6-7 лет я говорю скажи мне с телевизора Иречка я тебя люблю у меня у меня в тот период возникало тщеславие да я его удачно поборол ибо путь к умственной отсталости лежит через медлительность чем ты меньше начинаешь постигать ленишься то это ведет к умственной отсталости у великого Пикассо в 91 год была душа ребенка поэтому люди сохранившие в себе душу ребенка имеют продолжительные годы жизни эти люди не понимают что такое понарошку они верят что есть Дед Мороз да кстати о душе ребенка она чиста она не успела себя запятна люди часто моют свое тело но забывают мыть душу как Господь нам дает возможность помыть душу иногда Богу нужны наши слезы это и есть баня для души пока болит запомните почистить душу независимо от пола говорят мужчина не может плакать может еще как может плакать когда умер мой папа я я волосы насти я со мной была истерика вы понимаете сегодня люди не только сегодня а сначала времен они искали молодильное яблоко какой-то жидкость бессмертия и так далее вот знаете сюда опять мешается дьявол да сегодня говорят нам программисты что мы можем списать с мозга человека всю его сознательную жизнь все параметры и оставить в компьютере а потом взять ну погибшее тело и вместо пока он еще живой донорское тело а голову присобачить ему те мозги которые были у вас вы тоже будете не вы но вы это будете вы но вы видоизменитесь потому что глаза боятся руки делают или же глаза кстати это самый большой воспитатель лени ну почему глаза боятся руки делают тонна кирпичей ты по 10 кирпичей взял понес глаза боятся но руки делают и потом когда ты уже перенес этого гурбуда кирпичей ты думаешь глаза думать не прошло как же он это сделал а руки гады против ног, против глаз, против рук и так далее. Но это должно быть в тональности кабалы. Там вам напишут миллион ссылок от разных умников. Но если накроется в кабале. Так вот. В этой связи нельзя не примостить такое понятие, как месть. Да. Тот, кто встал на пути мести, должен вырыть сразу две могилы. Догадайтесь, для кого вторая. Молодцы. Я рад, что имею дело с продвинутой аудиторией. Мои швырады. Что мы можем контролировать? Только себя. Да. Что касательно других, мы можем дать только информацию. Так поделюсь с вами информацией, которую ты вовремя получил. Является ничем иным, как запасным парашютом. Некой божьей страховкой. Я говорил уже, человек, когда оказывается у пропасти, именно как нельзя лучше. Можно ставить то, что я сказал выше. Так же есть законы бильярда. Что такое закон бильярда? Закон бильярда, когда ты правильно ударил по шару, второй идет в подарок. Матана, на иврите это подарок. Но если ты не воспользовался этим подарком, то, что стоит прямо уже, куда деваться ему некуда, шару, только как туда, в лузу. Но если ты каким-то образом ударил, что из стопроцентного оттуда он вышел обратно, иначе говоря, если не забиваешь ты бильярды, забивают тебе, так и в жизни. Если ты не проявляешь харизмы, если ты не проявляешь мудрости Божьей, если ты не стыдишься каяться перед Ним, три закона – каяться, 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 молиться, 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 молиться. Мои дорогие, я хочу вам сказать, тоже пока, моля. Человек, который превращается в скотину, он перестает чувствовать боль, что он человек. Внешнее благополучие может быть обманчивым. Внутреннее благополучие важнее всего. У меня есть порог, я модник. И что? Это мой порог. Я модник, я люблю красиво одеваться. Послушайте, каждый любит красиво одеваться. Но я не делаю культа из одежды. Я делаю культ только из Бога. Так же хочу сказать, те, кто ворует, неважно, у человека, в дом зашел, у государства, неважно, тот обладает психологией нищего. Отсюда кошерный труд дает кошерные деньги. Я всегда говорил, это слова, которые не принадлежат мне, я где-то вычитал у какого-то человека великого. Найди занятие себе по душе, и тебе ни одного дня не придется работать. Запомните это. Также еще раз возвращаюсь. Чем больше ты каешься, чем больше ты унижаешься перед Богом, просишь прощения. Что сделал, что было сделано до этого, как мы в Йом-Кипур говорим. Даже если я согрешу, то уже каюсь об этом. Чем больше ты каешься, тем больше ты подчеркиваешь величие Бога запомнить. Я вам хочу рассказать, что каждый человек излучает 150 ватт электроэнергии. Возьмете вашу жену 300, а какая-то лампочка 600 ватт, 700. Слушайте, ну не обидно? Но в отличие от этой лампочки у нас энергия Бога. И она распределена таким образом, что выделяет 150 ватт. Бывает такое, что вы чего-то коснулись, и вас током ударило. Вот эта ваша энергия соприкоснулась с энергией неестественной. Искусственной. А Божьей, если вы прикоснулись к чему-то, и что-то вас ударило током, обратите внимание, обо что вы ударились током. И уберите эту вещь, если не с глаз долой, то выкиньте. Мы можем говорить про антистатичность. Ничего обозонного. Это каббала? Хотите верьте, хотите нет, ваше дело. Так, вернемся. У многих религий есть такое понятие, как самопожертвование. Прежде чем изучать или постигать смысл каббалы, я попробовал постичь Коран, я попробовал постичь Библию, я попробовал постичь буддизм. И пришел к одному. Да, все это от него, от моего Бога, Бога Авраама Исаака Якова. Не произносите его имя Суи, это грех. Еще раз подчеркну. Так вот, у мусульмани самопожертвование называется Шахсай-Вахсай. Что такое Шахсай-Вахсай? У пророка Мухаммеда было двое сыновей. Одного звали Шахсудин, другого звали Вахсудин. И когда они уже стали зрелыми, они начали враждовать между собой. Два родных братья. Два родных брата. Ну, в иудаизме был такой. Каин и Авель. Не сторож я брату своему. Мы же понимаем, что Господь принял дары Авеля, но не принял дары Каина. Каин из ревности убил Авеля и соврал им Господу. Не сторож я брату своему. И испепелил его. Хотите, Лазарем, хотите, чтобы вам было понятно. Такой лучший, когда от Каина даже пепла не осталось. Так вот, перейдем, возвращаемся к Папе Римскому. Чтобы вернуться к Папе Римскому, я изучаю Коран как самопожертвование. Шахсай-Вахсай. Люди, суниты. Это присутствовало и у сунитов, и у шиитов, и у магометан. Вы понимаете, религия мусульманская, она прошла от пророка Мухаммеда по мусульманской трактологии монотеизма. Поэтому люди занимались самобичеванием. Они брали плетку с свинцовым наконечником и били себя по спине, произнося Шахсай-Вахсай, Шахсай-Вахсай. Понимаете, да? Вот. Когда они это делали, они произносили имена сыновей пророка Мухаммеда, Шахсу-Дин-Вахсу-Дин, Шахсу-Дин-Вахсу-Дин, и били себя в жертвоприношение, такое покаяние перед Господом, что они против, что два брата родных любимого их пророка враждовали между собой. Так вот сейчас вернемся к папе римским. Каждый человек изучает 150 ватт. Никогда не делайте вот так. Видите, да, что я сделал? Возьмите два провода, плюс-минус, и соедините между собой. И повредит ток, замыкание. Вы то же самое делаете, когда делаете вот так. Вы замыкаете свой организм и возбуждаете дремлющие болезни. Зачем вам это? Но Папа Римский стоит так, замыкает свой организм, тем самым он говорит по католицизму, что он приносит себя в жертву ради имени Господа, ради Создателя и так далее и тому подобное. Что касательно иудеев. У иудеев есть Капорот, мои родные. Это самое главное. У евреев есть Сдака. Запомните, пожертвование отменяет смертный приговор. Заведите себе шкатулку дома, на работе и в местах, где вы бываете. Поскольку количество выездов из дома, рода должен равняться количеству приходов. Вы в эту шкатулочку кидаете монетку и говорите, пожертвование. На иврике это Цдока. На мусульманском это Садага. Бросили, Господу неважно, рубль, полшекеля или миллиард. Он мне денег. Ему важно само понятие о том, что вы помните об этом. Что вы помните, что надо давать Сдаку. Отсюда по православию, дающего рука не оскуднеет. Вы думаете, это по православию? Это древний иудаизм. Ибо православие зародилось, христианство зародилось в иудаизме. Сначала оно было как маленькой сектой, а потом переросло в самостоятельную религию. Я уважаю православие, хотя бы за единобожие. Но я не согласен с иконами. Но это мое личное убеждение. Бога нельзя видеть, а также маму его нельзя видеть. И потом Иисус не Бог. Иисус – Сын Божий. Многие люди хотят, чтобы Он был Богом, но во имя Отца, Сына и Святого Духа этого я не понимаю. Я прошу прощения у всех православных и многих теологов, которые трактуют православную религию, но никто не отменял первую заповедь. Нет. Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из рабства египетского, чтобы быть твоим Богом. Да не будет у тебя иных богов ни на небе, ни на земле, ни над водой, ни под водой, ибо я Бога ревнитель, карающийся в вину отцов, детей до четвертого колена. Я спрашивал у представителей разного рода культов, у православных в частности, зачем иконы? Это же идолопоклонничество. Мы рассматриваем это как музейный экспонат, это мы рассматриваем как живопись. Зайдите в любую синагогу, в любую мечеть, вот они увидите никаких портретов. посмотрите в зеркало, на себя, и вы увидите ровно то, свое зеркальное отражение, вы увидите частичку Бога. Я говорю, что когда я молюсь, я вздеваю. Но знаете что, мои родные, это назначает присутствие Бога, когда вы молитесь. Если бы Он присутствовал во всей своей мощи и во всей своей силе, то вы бы не то, что, вот как капелька на сковородку раскаленную, маленькую капельку с пипетки, она испарится, так вы испаритесь быстрее, чем эта капелька, которая брошена была на сковородку. Настолько велик и могуч. Ливанские кедры, содрившиеся. Господь дает нам понять свое величие. И что Он... Знаете, что хочу сказать об Отце? Приведу слова, стихи Расул. Слова нельзя назвать произведением Гамзатова. Потому что слова там... Ты улыбнулась мне, зараза, ты не сказала два, пошла за пивом. Вот это слова. Я хочу вам сказать, точнее процитировать слова Расул Гамзатова. Стихи Расула Гамзатова. Отца, то есть Бога. Главнее нет в семье души. В семье у всех слывет он главным барабанщиком. Под музыку, сынок, его всегда пляши. Под музыку его, сынок, всегда пляши. Будь ты министром, президентом, королем или простым чеканщиком. Я немножко перефразировал стихи Расула Гамзатова и добавил сюда иудаизма. Но Гамзатов тоже трактовал иудаизм. Когда бинокль смотришь и видишь, как невооруженным глазом не увидишь. Вы знаете, нам постоянно нужно обновление. Вот возьмите айфон. Вам пришло обновление. Обновить это, обновили. И вы знаете, те, кто привык к айфону, тот не может работать с андроидом. Вот видите, здесь тоже произошло разделение на классы. Также есть разделение на классы. Мы называем его социальное несоответствие. Материальное несоответствие. Но хуже всего духовное несоответствие. Нельзя быть богатым материально, не будучи богатым духовно. Я говорил на прошлых уроках. Духовное несоответствие это раковая болезнь. Дорогие мои, я призываю вас первое, помыть душу. Выйдите в лес и, знаете, прорите. Так что вы очистили сосуд души вашей. Вот сосуд, он переполнен гневом, 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 страхами, неверием, суеверием. Он переполнен наркотой, алкоголизм. Все. Это в душе у вас все сидит. Так очистите вашу душу слезами, водой, вентилятором, огнем, грязью, а также криком. И вы этот сосуд души свой вылите, промоете вродниковой водой и вставите себя обратно. поверьте мне, если вы насорили, никто за вами убирать не должен. Иудаизм это религия чистоты как ментальный, как социальный, как духовный и так далее, и так далее. вы знаете, что глухонемые говорят по-мобильному? Страх, самое лучшее оружие в арсенале только тогда и только тогда, когда тот же страх перед творцом. Это самое хорошее оружие в арсенале. Мои дорогие, если есть ради кого жить, значит, вам есть что терять. Тоже запомните. Я говорю, что глухонемые говорят по-мобильному. Вы не поверите, если бы я это не видел? Я прошу прощения, я никого не передразнил. и они ставят руку, где говорят, по-руке по вибрации слышат ответ. Да, они научились говорить по-немому, даже по-мобильному. Мои дорогие, это же чудо. Я когда был в юношестве, я видел машины, у которых есть телефон, мой папа народный артист России, к нему приезжали разные профессии людей, в том числе и спецслужбы. Поскольку он не мог выехать за рубеж без представителя КГБ, обязательно должен быть смотрящий, говоря на языке пофей. И я в машине у них видел телефон, кого-то вызвали, да, слушаю, и я ставился открытым ртом. Как это телефон в машине? Я посмотрел сзади машины, провод не тянется, там катушку кто-то не мотает эту проводную. Нет. Чтобы я ни представления не имел, что в этой коробочке можно, вот видите, тарелочка, яблочко, покажи мне его. Это вайф, это ватсап, скайп, когда мы говорим на расстоянии один находится в Америке, а здесь мы слышим друг друга, даже можем видеть друг друга, не взявая на расстоянии. Это же чудо. Вам что нужно? То чудо, которому вы не готовы? Поэтому по Кабале от двух, я указал ящик Пандоры, а от двух других вещи, которые не должны быть найдены. я не могу вам говорить не потому, что я считаю вас глупее себя, а потому, что ни один каббалист вам об этом не скажет. Он скажет вам в иносказительном формате, того, додумайтесь, вы до этого или нет, это ваши проблемы. вы знаете, что такое 20 секунд отчаянной храбрости? Господь каждому дает 20 секунд отчаянной храбрости. Я когда учился в Пятигорске в 23-й школе, учащись в 8-м классе, меня вызвали за школу десятиклассники. Я играл в ансамбле, в вечера, там, девушки танцевать старались там, где наши ребята с ансамбля, в том числе и передо мной. Мы были популярны в школе, это не нравилось десятиклассникам. Видите, опять разделение на классе. И меня вызвали за школу, и я знал, зачем меня вызвали. И я пошел туда, ни глазом не моргнул. Я как и сейчас помню, я сказал, Бог, со мной, мне ничего не страшно. Я говорю, что такое? Ребята, а ты, видать, слишком борзый здесь, да? Я говорю, я так не считаю, но если, по вашему мнению, я борзый, то я борзый. В чем я борзый? Значит так, что Таня, Вика, Люда и так далее, они забыл, они из 10 класса. Если не забудешь, мы тебе дадим понять, по голове тебе настучим. Я говорю, а не лучше ли это сделать прямо сейчас? И вдруг в меня вселилось 20 секунд Божьей храбрости. Я нашел самого высокого, говорят, чем больше шкаф, тем громче падает. Я нашел самого здорового, как мне показалось на тот момент. Я же не знал, что он слабее всех, кто там присутствовал. Но он был ростом, и вот такой шкаф. Я говорю, так, ты здесь самый здоровый, да? Я не знаю, откуда у меня взялась энергия, чтобы одним ударом свалить его с ног. И он упал и потерял сознание. Это правда. Раз, смотрю, остальные отстегнулись. Я взял большой дрым, я говорю, идите сюда, козлы, вы покушаетесь на мое физическое тело, пусть плачет ваша мама, чем моя. Идите сюда. И начал латынию их отгонять. И так, все, 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 мы все поняли. Все. Конфликт был. Сила и вера в Бога – вот основные показатели жизнедеятельности человека. Будьте сильны, как никогда. У меня есть притча, я выставлю ее на Facebook, как Господь говорит с человеком. Иногда люди ложным убеждением думают о том, что лучше удержать. Чаще она в том, чтобы отпустить. не отпусти мне родителей вовремя из отчего гнезда, я бы не смог достичь того, чего достил. Я, мой папа покойно говорил, сынок, оклянись назад. Люди даже не мечтают о тех возможностях, которые есть у тебя. но запомни, это не твоя возможность. Это возможность Ашена. Да, благословено его имя во веки и во веки. Аминь. Ну и мы все заложники собственной личности, живущие в своей тюрьме. Как выйти из нее? Вспоминаем три благословения Божьих. Каяться, каяться, каяться. И еще три. Молиться, молиться и молиться. Сила молитвы неимоверно сильна. Она сильнее, чем взрыв ядерной бомбы. Она сильнее, чем любая катаклизма, фокусима и так далее. Против цунами, что молитва это все. Если бы человек знал, истинную силу молитвы, он бы ничего не делал, кроме того, как молился. Я говорил уже это на первом уроке. А теперь я вам вкратце расскажу, закончу по традиции притчей. Знаете, я не люблю притчи, которые многие знают. Я люблю притчи, которые мало кто знает и которые они напрямую сплетены с мудростью Божьей. Факт иудаизма. Вы все знаете Александра Македонского по истории. И вы знаете, когда он засыпал перед сражением, ему снился лик человека, непонятной ему одежде, но такой теплый, и который благословлял его, положив в свои руки ему, Александру, колену приклоненному перед этим человеком, он говорит, благословляю тебя. Тогда, когда Македонский завоевав полмира, он завоевал Иудею и Самарию, а также Египет. Заняв в одной из красивых домов трон, к нему пришел мытарь. Мытарь это налогосборщик, дань, который собирает так, короче, чтобы было понятно, рэкетер. Пришел и говорит ему на ухо, мой господин, здесь не хотят платить нам дань. Иван, если не воспринимает тебя, как завоевателя мира, ну, еще тот был, поджучил, сказал ему то, чего не было на самом деле. Македонский говорит, так, у них есть кто-то старший, да, первый священник, приведите его. откуда взялась, чтобы человек нагинался. Македонский был мудрый, он говорит, сделайте так вот, доску прибейте, чтобы он с поклоном зашел ко мне. Прибили доску, к нему пришел никто иной, как Раф Ишмаэль бен Илиша, человек, который, единственный человек, который видел Создателя. Однажды Раби бен Илиша зашел в святая святых, чтобы воскурить к Торет. Я говорил уже, что все молитвы делятся для высших и низших сил, но есть одна молитва, которая адресована только Создателю. она делалась в храме в святая святых. И когда он зашел воскурить молитву Всевышнему, он встретился с Всевышним и он говорит, когда я вошел в святая святых, чтобы воскурить к Торет, я увидел Господа Бога, высоко сидящего на высоковознесенном престоле. И Бог сказал мне, Ишмайль, сынок, благослови меня. И Ишмайль сказал ему, да будет угодно тебе, чтобы твое милосердие обуздало твой гнев, и чтобы твое милосердие возобладало над всеми твоими бесконечными свойствами. И Бог кивнул ему головой в знак того, что он принимает благословение и согласен с ним. Вот этот человек, который увидел Бога, пришел к Македонскому, ему видят, что он не может войти в полный рост доска. Но у него был посох, он посохом разломал чертову доску, зашел и говорит, ты звал меня. Сидит бесконечная свита Македонского и так далее. Македонский говорит, да, я. Он встал с трона, подошел к рабе Ишмаэль Бен-Илиша, встал на колени и взял его руки и положил к себе на голову. Раби Ишмаэль Бен-Илиша спросил его, ты помнишь меня, сынок? Он говорит, да, я помню тебя. Но видите, и раньше нет слова ты, вы, все было ты, поскольку мы и Богу обращаемся на ты. Это не делает нас могучи, чем Он. Это просто Господь нам дал ту порцию демократии, точнее, ту порцию любви, которую Он адресует к нам. Мы же с Отцом не говорим на вы, мы говорим на ты, а Он наш главный отец. Да, говорит, я узнал тебя, перед каждым боем ты мне снился и благословлял меня, поэтому руки твои положил к себе на голову и стал перед тобой коленом преклоненным. Свита была поражена, как царь завоевавший пол мира встал на колени перед каким-то священником чужеродной им религией. Он говорит, да, говорит, я тебе так же благословляю, но очень прошу тебя, не иди на Индию, не иди, ибо там ты найдешь погибель свою, а так я тебя благословляю. Александр Македонский освободил иудеев от податей, от налогов, от всего и так далее, нам говорит, пол мира платят на роги, а от этого клочка земли мы получим какую-то копейку, роли не сыграет. Я освобождаю их от налогов и пусть они веруют в своего Бога. Но счастье евреев было недолго. Македонский все-таки пошел на Индию и, как мы знаем из истории, там он и погиб. Поэтому имя Александр для иудеев стало святым именем и евреи причислили это имя к лику иудаизма. Поэтому если вы увидите еврея, которого зовут Александр, не надо удивляться. Александр Сергеевич Пошкин, Александр Рабинович, Александр Коган, Александр Шмульович, Литваки и так далее, из России, кто-то, даже в Израиле самом называли имя в те времена именем Александр. Это святое имя для иудаизма. Читайте Кабалу. Так вот, а теперь о притче. Я хочу вам рассказать притчу о тренированных блохах Билла. Тренированные блохи Билла. Вот так и понимаете. Один россиянин исколесил всю Америку на машине вдоль и поперек. и остался только один автобан, куда вел в тупик. но дальше только океан, все. Вот именно эту трассу он не проехал. Он говорит, ну что я поеду по этой трассе? Биллборды и трассу, что я не видел эти биллборды в других штатах? Нет, я не поеду. А потом внутреннее я ему говорит, слушай, будешь локти кусать? Поезжай. Кто знает, неисповедимы пути создателя? Долгословиное имя его по веки не упоминайте его имя Суи. Это грех. Это не тавтология. Когда мы говорим о Божьем Слове, здесь исключено такое понятие, тавтология. Вот теологическом понятии безграмотности людей. Теология это наука о Боге, если кто не знает. Божественная наука. Так вот притча. Это внутреннее я ему говорит, слушай, локти будешь кусать и так далее и тому подобное. Поезжай. Но внутреннее я пересилило, как, знаете, арм-рестлинг и так далее. И он поехал. Чего я еду? Я еду уже 100 километров проехал. А ничего такое. Что я еду? Что я еду? Закурил сигарету, едет. Раз решил поехать, доеду до океана, я обратно. Но зато я побал во все овечки. Северный. И вдруг он видит с правой стороны билборд. Значит, что там написано? Тренированные блохи билла. Как-то. Он же проехал, потом резко на тормозах сдал назад. Читает тренированные блохи билла. 1,5 километра по бездорожью, по проселочной дороге. И он свернул туда. Как он ехал? Долго? Доехал? Стоит техасское ранчо. Что такое техасское ранчо? Деревянный дом. То же самое, что избушка на курьих ножках. Только в русской интерпретации сказок. Как всегда веранда, сидит техасец, шляпа у него на голове, сигара, виски, и ноги на перилах, шпоры на сапогах. Ну, точная Индиана Джонс. Он говорит, здравствуйте. What do you need? I like it look to... Что вы хотели? Я хотел увидеть тренированных блок Билла. Кто такой Билл? Я Билл. А Блохи? Он говорит, one bucks. Один доллар. Он говорит, реально? Реально? Да. Пожалуйста, one bucks. Please, one bucks. follow me. И Билл заводит его в свою ранчо, где полный бардак. Все разбросано, раскидано. Но есть одна комната, где она пустая, посередине встает типа большого гигантского аквариума. И внутри аквариума построен город из Папе-Маше. И он говорит, возьми, говорит, увеличительные очки. Он взял увеличительные очки и смотрит, что Блохи ходят руки за спину и ходят они друг за другом через мост, с моста, в дом, с дома, вокруг и так далее. И ходят они вот так культурно и послушно. Точно натренированные. Как вам удалось натренировать их? Он говорит, это особые Блохи? Он говорит, нет. Вот Джонни, моя собачка, вот видишь, я брал у него Блохи и кидал туда. Брал Блохи и кидал туда. Брал Блохи и когда я набрал тысячу Блох кинул туда, я положил стеклянную крышку наверх, они сначала бесились, выпрыгивали, хотели выпрыгнуть, потом я сказал, так, ходить смирно. И они пошли смирно. Он говорит, удивительно, Билл, но я хочу заметить, что сейчас крышки стеклянные, над этим аквариумом нет. На что Билл ему отвечает, они об этом не знают. В этой притче заложен глубокий философский смысл. Этой притче я не призываю никого к оппозиции, я не призываю, это просто притча, написанная мной. Да хранит вас Бог. Я всех благословляю. Будьте счастливы. Будьте богобоязненными. Страх перед Богом это наслаждение. Я всех благословляю еще раз. Будьте счастливыми, здоровыми. Пусть такая такое понятие, как апокалипсис, очищение через уничтожение, как ковид, не коснется ваших семей. Шалом ва шалом аколь туда раба. Аколь туда раба. Ашем гадоль кадош адунай абрагам исаак якоб шели эхат и шмой хат. Амэн. Спасибо. Субтитры Субтитры Субтитры